Добрый вечер! Александр Львович сначала сделает небольшое выступление, потом будет возможность задать вопросы. Для того, чтобы задать вопросы, у нас по краям представители персонала местного. Пожалуйста, обращайтесь к ним, у них есть микрофоны для вопросов. И, пожалуйста, представьтесь и назовите из какого вы агентства. Спасибо большое, Александр Львович. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Хочу поприветствовать вас всех здесь в Астане. Добрый вечер! Иран, Турцию. Поэтому эта встреча, костяк её носит тройственный характер. Хотел бы особенно подчеркнуть, что в ходе этой встречи присутствовали в очередной раз в этом зале делегации правительства Сирии и делегация сирийской вооружённой оппозиции, несмотря на сохраняющееся взаимное недоверие и взаимные претензии. Но, тем не менее, как показывает практика, как показывает опыт общения с сирийцами, у них всё равно остаётся много общего. Я думаю, что есть почва для того, чтобы накал страстей улёгся и чтобы разногласий было с каждым разом всё меньше и меньше. Но для этого требуется, конечно, очень плотная и детальная работа, что мы и делали здесь в течение последних двух дней. Как вы знаете, были проведены действительно очень плотные, интенсивные консультации на двухстороннем, трёхстороннем уровне, на уровне высоких представителей, на экспортном уровне. Всё это позволило более детально взглянуть на картину происходящего в Сирии для выработки действительно оптимальных решений преодоления существующих разногласий. Как вы знаете, Астанинская площадка, она уникальна сама по себе и, естественно, доказала сейчас свою жизнеспособность. Именно на Астанинской площадке решаются вопросы чрезвычайной важности, вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий. Я считаю, что это является одним из приоритетов, что может помочь налаживанию действительно конструктивного взаимодействия и на политическом треке сирийского урегулирования. Работа, как я вам сказал, проводилась в течение последнего месяца, если вы помните, 23 числа только, 23-24 состоялась первая международная встреча. Прошло меньше месяца, но за это время было проведено заседание совместной оперативной группы 6 февраля, ряд других двухсторонних и многосторонних контактов. И всё это вылилось в потребность проведения встречи в Астане в очередной раз с участием в том числе и представителей сирийской вооружённой оппозиции, сирийского правительства, а также на этот раз были приглашены ещё наблюдатели из Иордании. Вот на этом я хотел бы чуть подробнее остановиться, предвосхищая возможный вопрос о присутствии на этом пленарном заседании именно представителей делегации Иордании. Как вы знаете, в составе сирийской вооружённой оппозиции присутствовали ряд представителей так называемого Южного фронта, группировок, входящих в это объединение, контролирующую часть территории на юге Сирии. Эти группировки, на них определённое влияние, естественно, имеют иорданские власти, и которые, кстати, и проделали достаточно большую работу для того, чтобы склонить эти группировки к подписанию соответствующих соглашений, которые были подписаны ещё 29 декабря прошлого года с первой группой сирийской вооружённой оппозиции. Я считаю, что это очень хороший знак, знак тому, что другие оппозиционные группировки, которые к настоящему времени ещё раз думывают о том, присоединяться ли к этому процессу, всё-таки примут правильное решение и согласятся участвовать всё-таки в поиске компромиссных решений в ходе диалога. До прямого межсирийского диалога, как показывает практика проведения вот этих заседаний, пока ещё далеко. Как я уже упомянул, уровень взаимного недоверия достаточно высок и много взаимных обвинений. Но, как я считаю, что всё-таки с каждым разом мы должны продвигаться, двигаться вперёд, шаг за шагом, не оставляя пространства для духа конфронтации. Как мне представляется, именно вот эта плотная, хорошая работа с представителями отрядов сирийской вооружённой оппозиции здесь, в Астане, с правительственной делегацией. Ну а также, естественно, наши консультации в тройственном формате – Россия, Турция и Иран – именно позволили на данном этапе выйти на достижение, пусть скромного, но всё же результата. Это создание, утверждение окончательное положение о совместной группе. Совместной группе, которая будет заниматься именно вопросами обеспечения контроля за режимом прекращения боевых действий по всем её аспектам. В том числе, эта совместная группа также предусматривается работа её представителей и для рассмотрения вопросов, связанных с отдельными аспектами политического регулирования. Так что, прошу не рассматривать Астанинскую площадку только как площадку, на которой решаются исключительно вопросы военного характера, а как площадку, на которой будут рассматриваться и вопросы, в том числе политического урегулирования. На данной встрече с сирийским правительством и сирийской оппозиционной делегацией вопросы Конституции, вопросы запуска политического процесса обсуждались в целом. Хочу сказать, что ни одна из сторон не отвергла сходу необходимость создания рабочих групп по выработке Конституции либо необходимости запуска конституционной реформы. Другое дело, что, демонстрируя эту готовность, стороны пока резервировали своё участие в создании таких групп, по крайней мере, в ближайшее время. Будем надеяться, что наше обсуждение с ними этих вопросов поможет как-то сблизить позиции и помочь женевскому процессу, я имею в виду межсирийского диалога, который должен быть открыт в ближайшее время спецпредставителем Генсия Куван Стефаном Дамисторой в Женеве. В настоящее время он перенесён, если я не ошибаюсь, на 23 число, и будем, конечно, надеяться, что эти переговоры всё же состоятся, и они будут успешными. Я думаю, что все вот эти вот наши консультации в ходе астанинского процесса, они должны послужить определённой такой вот основой и хорошим заделом для встречи в женевском формате. Об этом, кстати, сегодня говорили и представители Организации Объединённых Наций, которые присутствовали здесь также в качестве наблюдателей. Поэтому хотелось бы, завершая своё выступление, сказать, что Российская Федерация со своей стороны, конечно, сделает всё возможное для того, чтобы и дальше стимулировать процесс нахождения правильных решений по сирийскому регулированию. Сделать всё возможное для того, чтобы стимулировать политический переходный, переговорный процесс на двухстороннем уровне. Благодарю за внимание. Теперь, пожалуйста, вопрос. Уважаемые коллеги, да, прошу вас. Извините. Сейчас, одну секундочку. Просьба ещё раз повторить вопрос. Жаффер Ахмад от телевизиона своей. Жаффер Ахмад – это вопрос, наверное, не ко мне, а к сирийской делегации. Но я думаю, что, наверное, всё-таки это с учётом погодных сложных условий. Другое дело, что я вам хочу сказать, и на этот вопрос я уже отвечал вчера, что представительство турецкой делегации на таком уровне, а не на уровне замминистра, обусловлено плотным рабочим графиком, связанным с визитами президента Эрдогана. Поэтому я надеюсь, что в ходе очередной встречи мы всё-таки обеспечим достойное представительство и турецкой делегации. Но здесь я хотел бы ещё особо подчеркнуть то, что турецкая делегация, тем не менее, была наделена всеми полномочиями. Поэтому мы с её стороны не встречали какого-либо противодействия. Пожалуйста, здравствуйте. Сарган Хадая, Раш Тудрей. Будьте любезны, вы можете объяснить, пожалуйста, разговор здесь шёл о трёх документах, обсуждался только один, а два документа будут обсуждаться в течение месяца. Вы можете объяснить просто, какие документы обсуждались и какие документы будут обсуждаться? Хорошо, я поясню. Первый документ – это самый важный документ. Он подводит итог формированию так называемой совместной группы, которая будет заниматься всем спектром вопросов, касающихся соблюдения режима прекращения боевых действий. Второй документ и третий документ являются дополняющими. Один документ касается процедуры выявления нарушений и, соответственно, предотвращения этих нарушений в будущем и определённые санкции в отношении тех, кто нарушил условия прекращения боевых действий. И третий документ – это документ о так называемых примирённых районах, то есть тех районах, которые находятся под контролем вооружённых группировок умеренных сирийской оппозиции, которые подписали соглашение 29 декабря. Я думаю, что вот эти два документа, то, что Вы сказали, в течение месяца – это срок, обозначенный как максимум. Будем стараться всё-таки выйти на подписание, вернее, на утверждение этих документов, на окончательное согласование в более короткое время. Мы об этом сегодня говорили и с делегацией сирийской вооружённой оппозиции, и с правительством, и с делегацией Турции. Все заинтересованы в том, чтобы эти документы заработали в полную силу и эффективно, как можно быстрее. Спасибо. Пожалуйста, Аль-Маедин. Салям Адин, шеф московского бюро, вообще арабского телеканала Аль-Маедин. Добрый вечер, Александр Рыгович. Если позволите, у меня два коротких вопроса. Первый вопрос – это продолжение вопроса моего коллеги. Как все эти договорённости, ну, начнём с первой договорённости, вот, именно по созданию группы, как они будут реализовываться именно вот на практике, да? Будут ли созданы какие-то совместные органы, скажем, совместная полиция или совместные группы наблюдателей, чтобы за этим вот следить, да? И второй вопрос – как известно, борьба с терроризмом ведётся и в соседнем Ираке, в частности, против ИГИЛ. Есть ли в перспективе планы привлечь Ирак, как бы, в работе астанинской группы, вот, астанинского формата? Спасибо. Ну, что касается механизмов выполнения, которые предусматриваются вот этих в трёх документах, они уже работают. Совместная группа, она уже работала. Как вы знаете, была проведена встреча 6 февраля, на которой рассматривались не просто вопросы, связанные с тем, что делать в будущем, а рассматривались, естественно, вопросы, подводящие итог уже проделанной работы и выработки тех оптимальных алгоритмов действий, которые бы способствовали поддержанию режима прекращения боевых действий. Но эта работа очень сложная. И вот этот вот второй документ, он существенно должен дополнять первый. Почему я и говорю, что работа по этим всем трем документам должна, естественно, проходить очень оперативно и должна быть принята в сжатые сроки, о чём нас спросила в том числе и вооружённая сирийская оппозиция. И по второму вопросу, конечно, безусловно, борьба с таким злом, как Даэш, она должна продолжаться, и не только на территории Сирии, и это должно делаться параллельно и на территории Сирии, и на территории Ирака. Мы желаем искренне скорейшей победы иракским вооружённым силам и тем силам, которые поддерживают иракскую армию в Масуле, и не только в Масуле, а на всей территории Ирака. И будем надеяться, что всё-таки международное сообщество пересмотрит свои подходы к борьбе против Даэш именно на территории Сирии и окажет действенную помощь в том числе и сирийской армии. Спасибо. Пожалуйста, девушка, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я здесь немножечко не понял, что Турция настаивает на ускоренном решении вопроса закрытия границ между Сирией и Турцией. Турция не рассматривает вопрос о закрытии границ. Почему всегда откладывает Турция вот эту проблемачку? Вы знаете, я всё-таки не до конца этот вопрос понял, но тем не менее хочу вам сказать, что да, мы, конечно, в том числе перемещение, в том числе и с турецкой территории на территории Сирии членов незаконных, так сказать, скажем, вооружённых формирований, направления различных грузов и боеприпасов, и вооружений. И мы проводим с турецкими властями соответствующую работу, чтобы они внимательно следили за этим нелегальным потоком вооружений для боевиков, которые поступают на территорию Сирии. И мы выступаем, так же Россия всё время подчёркивает, что мы выступаем за территориальную, обязательно, за территориальную целостность и неделимость Сирии. Поэтому её границы должны быть неизменны. Пожалуйста. Hello, Rory Challenge from Outer Syria English. My first question is, what do you think is the reason why a final communique could not be jointly signed here today? And secondly, your colleagues in the Syrian government had very harsh words to say about Turkey just now. Do you share that condemnation of Ankara? Ну, по второму вопросу, всё-таки вам надо было задать вопрос, наверное, господин Джафари. Он бы, наверное, ответил вам. Мне здесь сложно судить, но Сирия рассматривает действия Турции на территории, на своей территории, как незаконные, которые не были санкционированы Советом Безопасности Организации Объединённых Наций. Поэтому рассматривает в этом контексте действия Турции, как минимум, как недружественные. Если я ответил на ваш вопрос, то спасибо. Пожалуйста, Алирабея. Sorry, there was a first question as well. Which was, why do you think a joint communique wasn't signed today? Вы знаете, мы стараемся... Вообще, Астанинская площадка очень уникальный формат, как вы видите. У нас не было церемонии открытия данного мероприятия. Мы постарались уйти от формальной части, чисто такой упаковочной. Поэтому решили уделить внимание более плотным контактам на двухстороннем, трёхстороннем и экспертном уровнях. Именно поэтому мы думали выступить с финальным заявлением. Текст готовился. Но в конце мы пришли к мнению, что, скорее всего, лучше ограничиться именно более детальным обсуждением каких-то вопросов в таком формате, в котором мы сегодня собирались в этом зале, с участием сирийских делегаций от сирийского правительства и от сирийской вооружённой оппозиции. С учётом того, что многие положения того, с чем мы хотели выступить, они в основном повторяли заключительное заявление от первой Астаны, незначительно её добавляли. Поэтому мы решили ограничиться таким форматом. Мы можем сказать, что результаты, которые были достигнуты в Астане в срок меньше месяца, не могли достигнуть их в Женев в течение нескольких лет. И вы согласны с мнением, которые говорят, что переговоры в Астане это технические военные, а в Женев это политический процесс. Спасибо большое. Вы знаете, я бы не стал поговорить, что в течение месяца нами были достигнуты такие результаты, которые не были достигнуты за полтора года. Дело в том, что проблема заключалась прежде всего в том, что сирийская вооружённая оппозиция, то есть те отряды и те представители, которые обладали действительным контролем над частью территории Сирии, они были фактически исключены из переговорного процесса. И все те люди, которые находились в Женеве, в Лозанне, в Берни, во всех других городах, где проходили экспертные консультации, они всё же были несколько оторваны от того, что происходит на Земле и не имели того влияния. Именно поэтому было принято как раз решение благодаря соглашению, благодаря достигнутой договорённости между президентами России и Турцией именно постараться сформировать вот этот астанинский формат, который бы предусматривал бы работу непосредственно с теми, кто обладает контролем над территорией и кто несёт ответственность за тех людей, мирных граждан, которые проживают на этой территории и которые заинтересованы в восстановлении мира, а не просто в какой-то демагогии. что касается вопросов политического урегулирования, то, как я уже ответил, астанинская площадка, она не замыкается исключительно на военные вопросы и вполне возможно, что в будущем более плотно займётся и вопросами политического урегулирования, если это понадобится. Опять же, подчеркну, что здесь мы будем смотреть на результаты Женевы. Если Стефан Демистури удастся сдвинуть с мёртвой точки межсирийский диалог, мы только будем рады за него и мы окажем ему всяческую поддержку, в том числе в астанинском формате. Хорошо, раз. Добрый вечер. Алла Абрахим, Сириан ТВ. Сегодня мы выражаем another session of Asatana. We have little idea about the concrete results that have been established and achieved in the past month. Many people in Syria where I come from ask, at what point is Russia willing to consider further military aid to the Syrian army to help the Syrian army in its fight against armed groups and will the patience of Russia towards these armed groups will be excluded or over after they've shown in many occasions that they're not committed to the political process, by being late twice actually in less than one month to the opening session that is attended by high-ranking officials from Russia, Iran, Syria and other countries. Thank you. Вы знаете, мы исходим из того, что, как я уже говорил, что взаимное недоверие очень велико между сирийской оппозицией, вооружённой, так сказать, и сирийским правительством. Преодолеть его, конечно, можно только благодаря нашей работе, не только работе России, наших представителей как непосредственно на местах в Сирии либо в других местах, но и очень плотной работы нашей и турецких представителей с международным сообществом. Я думаю, что нам надо сделать всё для того, чтобы подключить любого желающего из числа международного сообщества к сирийскому урегулированию. Это просто необходимо сделать. Будем использовать любые уровни, и высокого представительства, и экспертные уровни, я говорю, и на различных. И эта работа продолжается. Поверьте, эта работа продолжается и с Турцией, и с Иорданией, и с Ираком, и со многими другими странами. которые здесь не присутствуют. Как вы знаете, до сих пор действует формат международной группы поддержки Сирии, МГПС. Я думаю, что их начинанием тоже надо всеменно помогать. Коллега, прошу. Самер Юсиф, Шамефеп. Сейд Александр, МГПС. МГПС. Шукра. Шукра. Как я уже сказал, да, действительно, в составе сирийско-вооружённой оппозиции сегодня присутствовали и несколько представителей Южного фронта. Скажу вам больше, что изъявляют желание действительно примкнуть к процессу прекращения боевых действий и выражают готовность подписать вот эти соглашения ещё, ну, я вам даже хочу сказать, несколько десятков группировок, которые действуют в том числе в составе Южного фронта. Если это произойдёт, это будет действительно шагом вперёд. Понятно, что по-разному можно относиться к информации, которая поступает в отношении того, что происходит сейчас на юге Сирии в Дера и кто виновен в некотором обострении ситуации именно в этом городе, которое произошло буквально вчера за сутки, за двое до проведения международной встречи по Сирии в Астане. Кто за этим стоит, можно только догадываться, но я думаю, что это не сторонники мирного сирийского регулирования. Спасибо. Шадиш Лейла, Sky News, Арабия. Сейд Александр, сафир Джафари сказал что он не был в отношении к десктур в Суре моптарах минь, минь, мисо десктур Вы знаете, принципиальных разногласий по поводу работы над новой конституцией между Россией и Дамаском нет. Дамаск всегда выражал, и действующий президент Сирии Башар Асад это подчёркивал, что Дамаск не возражает против конституционной реформы, что он выступает за того, чтобы проект новой конституции рассматривался сирийским народом, чтобы все граждане Сирии приняли участие в его обсуждении, и чтобы он был принят в приемлемом формате, либо на референдуме, либо в каком-нибудь ином формате. Тем не менее, сирийская делегация считает преждевременным пока рассмотрение непосредственно вопросов конкретно конституции в нынешнем формате, потому что для того, чтобы рассматривать какой-либо проект конституции, нужно выработать, конечно, механизмы создания конституционной комиссии. Я думаю, что, может быть, как раз этими вопросами займётся Женевский у нас формат. Мы готовы были лишь оказать посильную помощь. Если вы помните, я 23-го числа говорил о том, что сирийской оппозиции был передан проект конституции, который был подготовлен сирийской диаспорой в России при помощи российских специалистов. Я считаю, что не следует рассматривать это как попытка навязывания какого-то документа извне, как некоторые пытаются представить. Это просто попытка сдвинуть с мёртвой точки этот процесс и заставить, стимулировать сирийцев самим взяться за работу. Спасибо. Александр Львович, отсутствие единого заявления всех сторон участников сегодняшнего заседания говорит о том, что разногласия существуют между странами-гарантами, по инициативе которой прошло это заседание или этот процесс, или между сирийским правительством и вооружённой оппозицией. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы говорили и в прошлый раз Россия предложила проект конституции по Сирии, в котором предлагается усиление самоопределения регионов или самоуправления регионов, в том числе автономию курдским регионам. Какова судьба проекта, предложенный России, или был ли обсужден этот проект, был ли обсужден в этих переговорах? Спасибо. Ну, по первому вопросу я вам отвечу так, что отсутствие всё-таки единого выступления с единым заявлением, это не означает наличие каких-то разногласий по каким-то вопросам, потому что в тройственном формате Иран, Турция, Сирия, это закреплено соответствующим положением, все решения принимаются консенсусом, то есть все должны быть согласны с принятием решений. Поэтому мы просто посчитали, что нет необходимости выходить с заявлением, в котором упоминалось лишь о том, что мы достигли консенсуса и финализировали положение о совместной группе. Тем не менее, принятие этого положения и то, что удалось согласовать окончательный текст этого документа, это очень важного документа, я считаю, это свидетельствует не о расхождении, а о близости и о сходности позиций Ирана, Турции и России. Спасибо. Альманар, пожалуйста. Александр Руич, Ахмад Хажали, ливанская коммуникационная группа телевидения Альманар. Скажите, пожалуйста, мы слышим какие-то американские заявления в последнее время о продвижении или наступлении каких-то американских войск в Сирию и тоже какие-то намерения по, в кавычках, освобождению Рака и другие сирийские территории. Это сопровождается тоже с таким же похожим заявлением со стороны Турции. Что мы видим? Какой сценарий? Мы сначала постим террористов, в кавычках, потом заявляем, что эти террористы вдруг превращаются в умеренных оппозиционеров, и какие-то страны, как Турция, Соединенные Штаты и их союзники берут инициативу за освобождение вот этих территорий и за контроль над этим. Как вы видите, как сказать, заявление Соединенных Штатов в этом контексте, и насколько они могут повлиять на останские договоренности положительные или отрицательные? Спасибо. Вы знаете, мы в Российской Федерации сами ждём, пока новая американская администрация определится со своими подходами в отношении сирийского кризиса. Как вы знаете, предыдущая администрация Обамы не справилась со своими взятыми на себя обязательствами в ходе переговорного процесса, который продолжался достаточно, поверьте, длительное время на двухсторонних и многосторонних основах, свои обязательства по разделению умеренной оппозиции от Джабхата Нусра, и от ИГИЛ, и от Джабхата Нусра, и других аффилированных с ними организаций. Поэтому какие будут действия новых американских властей в отношении Сирии, я думаю, что покажется уже в ближайшее время. Думаю, что и выражаем надежду, что всё-таки эти решения будут взвешены, и вот эти вот отдельные вбросы по созданию, например, зон безопасности на территории Сирии либо в приграничных странах, либо какие ещё заявления о направлении отдельных, или намерения о направлении отдельного воинского контингента на территории Сирии, пока всё-таки они не являются официальной позицией Белого дома. Поэтому мы ждём и надеемся всё-таки, что трезвый подход здесь возобладает. Мы со своей стороны открыты к диалогу с американцами, готовы оказать поддержку. Но здесь надо всё-таки понимать, что территория Сирии – это территория суверенного...